Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Надо ли признаваться девушке в том, что у меня есть к ней какие-то чувства, кроме дружбы. Я вдовес, есть дети, она разведена, есть дети. Жить вместе с ней не хочу, в то же время меня к ней тянут. Сейчас живу с девушкой, у которой нет детей, мне удобно, чувств не особых нет. А эта девушка, с которой я испытываю тягу, жить с ней будет просто жестью, в быту я бы с ней быть не хотел. Вообще мы с ней дружим и я ей много помогал. В принципе, я помогаю довольно серьёзно, не знаю уже даже чего хочу. Сегодня не спал, всю ночь всё думал, как мне быть. Рассказать ей обо всём или не стоит, честно говоря, запутался, в принципе мне даже секс не нужен, но я бы не отказался. Мне бы хватило, чтобы она приняла мои чувства и разрешила мне стоять перед ней на коленях. Вот такая у меня девиация. Что будет, если она не поймёт, не знаю. Смотрите, здесь ситуация заключается в следующем. Первое, что нужно выделить, да, это то, что вас сдерживает. Ну, то есть вот просто вот, что вас сдерживает, что вас сдерживает в том, чтобы ей вот рассказать о своих чувствах, то есть чего вы опасаетесь. На мой взгляд, вы опасаетесь здесь быть отверженным. Ну, мне так это видится, по крайней мере. То есть мне видится эта ситуация так, что вы вот боитесь, что вас отвернут. Соответственно, страх отвержения – это, ну, на мой взгляд, про обесценивание определённое себя в первую очередь, вот, про, может быть, травмы, то есть, ну, может быть, у вас в прошлом вот какая-то травма отверженности, либо была, либо вы столкнулись с ней, вот, ну, непосредственно. Такое вот, в частности, тоже может быть, может быть, вот. Но, в любом случае, мне кажется, что в первую очередь нужно увидеть, что вас сдерживает. Второе, второе, на что я бы хотел обратить ваше внимание, это на то, что вы, собственно говоря, чувствуете по отношению девочки, и чего вы, если можно так выразиться, для неё хотите, и хотите ли вы чего-то для неё. То есть вы говорите, что, ну, то, что много ей помогаете, да, вы говорите, что много чего для неё делаете, вот, в принципе, кредит взяли, вот, то есть это довольно серьёзная помощь, как мне кажется, и я бы здесь, ну, как-то вот, постарался бы, ну, возможно, да, спросить себя, я это делаю для чего, вот, я это делаю, чтобы, ну, чтобы что, ну, как-бы, то есть, ну, можно же по-разному, для разных, точнее. целей это делать, можно по-разному мотиву вкладываться так, ну, в девушку, смысле. И, на мой взгляд, вот, было бы хорошо, если бы вы с этим разобрались, если бы вы спросили бы себя сами, ну, зачем я это делал, вот, чего я хочу, в этом смысле, вот. Для вас это было бы, на мой взгляд, весна-весна полезно, потому что, так бы вы, так бы вы смогли лучше, лучше понять, что вам нужно. вот. И, соответственно, уже тогда могли бы определиться со своей позицией. Вот. Следующий момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание, это то, что, в целом, как мне показалось, вы испытываете тревогу. То есть, вы вот говорите о том, что не могли заснуть, там, полночи. То есть, соответственно, эта ситуация вызывает у вас тревогу. И, на мой взгляд, нужно, ну, как бы рассмотреть, что именно, что конкретно вызывает у вас тревогу. Вот. Ну, в этом смысле, да, в этом смысле. Можно подойти к ситуации, вот, ну, с какой стороны, например, да, как бы. Можно подойти, ну, со следующей стороны. Что будет, для вас что будет, если вы не скажете ей, вот. то есть, что будет, если вы ничего ей не скажете, да, и не расскажете о своих чувствах. Это первое. Первое важное, такая, как мне кажется, деталь. Вторая важная деталь, что будет, если вы расскажете ей. То есть, ну, вот, совершенно очевидно, что сейчас вас что-то ограничивает. Вот. Ну, на мой взгляд, это очевидно, да, что, вот, сейчас вы чувствуете какое-то ограничение. То есть, вы, как будто бы, чего-то не можете. Вот. Понимаете, да? Поэтому, вот, ээээ, необходимо, опять же, этот момент для вас, эээ, как-то лучше, эээ, увидеть. Лучше рассмотреть и лучше заметить. Вот. Потому что сейчас, такое ощущение, что вы не очень, не очень понимаете, эээ, зачем это всё вы делаете, для чего, эээ, ну, для чего вы это всё делаете, и так далее. Мне вот, например, мне показалось, что, эээ, что вы чувствуете себя, как будто бы, ну, знаете, эгоистом в этой ситуации, то есть как будто бы вы вот чувствуете себя, ну, эгоистично, что вот вы не хотите с ней жить, вот, что хотите вот столько, значит, ну, определенной близости с ней, как будто бы это вас больше всего смущает. Конечно, я не знаю всех деталей наверняка, но если это так, ну, ну, вот, если это так, на самом деле, то я бы сказал, что, ну, вот, в первую очередь, в первую очередь, вам бы именно с уверенностью, с уверенностью в себе поработать бы, в первую очередь, потому что, пока уверенности в себе нет, ну, у вас, то, ну, тяжеловато вам, тяжеловато вам будет, как мне кажется, ну, в этом смысле, тяжело и болезненно, вот, потому что, ну, вы совершенно полное право не хотите не хотеть жить с девочкой, вот, по причине ее детей, по еще каким-то причинам, вот, то есть, вы имеете иногда полное право, но себе, себе вы как будто бы это запрещаете, вот, как будто бы вы себе это запрещаете и как будто бы, вот, чувствуете себя, ну, скажем так, несколько вот неловко, вот, там, может быть, ну, стесняетесь, как бы, своих чувств, своих эмоций, и своих потребностей, вот, хотя, ничего такого, в том, что вы описываете, нет, вот, поэтому надо ли признаваться девушке решать, решать вам, в первую очередь, для чего надо, вот, дальше, значит, вы пишите, что у нее дети, избалованы очень, что она будет выносить мозг, проверять, ревновать, почему вы не думаете, что она будет это делать, если вы расскажете ей о своих чувствах, вот, то есть, как бы, это первый момент, и второй момент, это то, что вам удобно жить с первой девушкой, и, видимо, удобство все-таки достаточно сильное, раз, ну, вы все-таки сомневаетесь. Вы пишите, с одной я живу, вторая пока просто друг, я ей помогаю, вот, вы говорите, что, ну, много ей помогает, раздражает, но и тянет не одновременно, а чем раздражает, вот, так выходит ей о своих, именно, желаниях рассказать, или про чувства, желания и чувства это разные вещи, вот, она рассказывает о том, как знакомиться с мужчинами, и что в них не нравится, как подружки, я вижу, что в этом плане капризная эмоция выносит. Она мне рассказала, что любит одного мужчину, не может выкрутить голову, он ее игнорирует, прям не берет трубку, при встрече делает вещи, что не знакомо, она прям не может его забыть и не знает, что с этим делать. А это вы к чему? То есть, как бы, смотрите на ним, еще раз. Вы, если рассказать о желаниях, это одно, желание это одна история. К чувствам желания, как бы, не имеют отношения. То есть, я бы вот не, я бы не мешал бы, наверное, все в одну кучу здесь. Мне кажется, что это, ну, разные вещи, вот. А вы как будто, вот, ну, в одном предложении говорите о чувствах, в другом предложении вы говорите о желаниях. Вот. То есть, вы, ну, поймите, поймите, пожалуйста, поймите, пожалуйста, что это, да, не одно и то же. Ну, ну, вообще. Это, это, это совершенно разные вещи. То есть, то, что вы хотите, то есть, ну, ну, вот, как бы, ваши, ну, потребности, ваши желания, вот, это одно, а чувства ваши, это совсем, ну, совсем другое, понимаете? Да? И, соответственно, ответственность, последствия позже будут, ну, различаться. Вот. Понимаете, да? Вот. Поэтому вам бы, ну, вот, ну, вот, если мы говорим конкретно, а, про то, что вам делать, вам бы сначала, вот, а, немножко, может быть, а, как-то, а, в себе, в себе разобраться. Вот. А, ну, как-то, вот, отделить, а, отделить, а, может быть, да, одно от, а, другого. То есть, чтобы, а, ну, вы, вот, все в одну, как бы, кучу, да, не мешало. Вот. Как мне кажется, сейчас именно этим вы занимаетесь. То есть, мне кажется, что сейчас вмещается все в одну кучу. Вот. Ну, и, соответственно, на мой взгляд, абсолютно нормально, что вам не нравится что-то, что-то ваша девушка, совершенно, а, мне кажется, нормально, а, что вам не нравится что-то, а, в том, ну, вот, как она себя ведет, да, то есть это, совершенно нормально, вот. Вам не обязана, вам, ну, не обязана, вот, в этом смысле, да, а, ну, чтобы нравилось все. Все. И вы тоже, как бы, а, ну, 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 можете, а, не нравится, девушка, а, ну, ну, вот, полностью, вот, то есть это, ну, это тоже нормально. Другой вопрос, как вам, ну, дальше, как вам дальше действовать? Вот. Понимаете, да? Вот. Поэтому я думаю, что мой ответ, он больше не про, он больше не про то, чтобы вы вот, ну, прямо сейчас решили что-то. А мой ответ, как мне кажется, больше про то, чтобы вы подумали, вот. Чтобы вы подумали, чтобы вы для себя, ну, как-то вот, посмотрели, да, определились, может быть, вот, выглянули бы внутрь себя, да, ну, в этом смысле, чтобы, как, ну, чтобы попонятнее, чтобы попонятнее вам было самому, что происходит. Вот. Так что не терапевтик, может быть, а, момент в том, что вы слишком много, а, может, ну, может быть, а, ей помогали, и, а, сейчас, вот вам, просто, а, помогать ей как-то стало, а, ну, послажнее, потяжелее, вот. Может быть, а, может быть, вы просто устали, а, ей помогать. Так бывает, да, это нормально. Поэтому и вам, ну, хочется, соответственно, какой-то, вот, ну, знаете, какой-то, вот, компенсации хочется, вот. Если так, то это вполне нормально, но нужно, как, как мне кажется, все-таки определиться, что с чем, вот, не торопиться. А то так можно испортить и друга хорошего, если она хороший друг, потерять. Другой вопрос, ээээ, на мой взгляд, заключается в том, да, ну, как бы, вот, а чувствуете ли вы себя, ээээ, в этом смысле, эээ, ее другом? А, когда, вот, эээ, ну, эээ, ну, делаете, вот, то, что делаете, ээээ, для нее. Вот, эээ, чувствуете ли вы, ээээ, ну, что вы ее друг? А, вот, потому что, эээ, помощь, такая, тотальная, которую, сейчас вы, ей оказываете, ээээ, это, может быть, и не совсем про бросьбу. То есть, да, она, эээ, друг, эээ, она видит, ээээ, как друга вас. Но, видите ли вы ее, как друга? Выполняет ли она эту роль друга? Вот. Потому что мне, например, показалось, что вам быть в роли подружки не очень нравится. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Ээээ, вы уже задавали, эээ, вопрос такой же, примерно, только покороче, с меньшим, с меньшим количеством деталей. Но, ээээ, на мой взгляд, вы, эээ, не изменили главного. Вы спрашиваете, надо ли? Это вам решать. Мы можем лишь помочь вам разрешить внутренний конфликт, разобраться в себе. Эээ, обратная связь по моему ответу позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Субтитры создал.